Всех приветствую, мои дорогие! Приготовила косметичку на эту неделю и хочу вам показать, чем я планирую пользоваться. Базу под тональный крем по-прежнему использую антивозрастную от Гош. Уже не раз говорила, что довольна ей. Тональный крем продолжаю использовать от Max Factor. У меня он в оттеночке 40, крем Ivory. И я хочу его использовать до тех пор, пока он не закончится, потому что, как вы видите, его здесь осталось не так уж и много. Поэтому я решила, что не буду его откладывать. И будет он у меня пока не закончится в косметичке. И когда мне нужно более плотное покрытие, буду использовать тональный крем от Art Visage. У меня он в оттеночке 201, слоновая кость. Под глаза буду наносить охлаждающий праймер от Essence из лимитированной серии. И также периодически наношу средство от Garnier, которое я постоянно забываю вам показать. Пудру на эту неделю взяла одну. Это моя корректирующая пудра в шариках от Essence. Как вы видите, ее там не так уж и много осталось. Давайте покажу. Здесь многие шарики уже, как вы видите, в такой, как порошок превратились. Я чаще всего пудру набираю на спонжи, не на кисть. И, видимо, как-то, может, немножко шарики давятся. И вот. Решила пока никакую пудру не брать. Хочу доиспользовать эту пудру, чтобы, ну, не было, как-то, знаете, много открытых, начатых пудр. По мере необходимости буду также использовать консилер от Estee Lauder. И также консилер от Max Factor, которого у меня осталось совсем немножко. У меня он в оттеночке Ivory в номере 303. И я думаю, что на этой неделе он у меня перейдет в пустые баночки. Румяна на эту неделю выбрала от Essence в номере 01. Как вы видите, здесь всего 3 грамма, что для румян не так уж и много. Они вот в таком интересном дизайне. Здесь у нас зеркальце. И само средство находится как бы в крышечке. Набираете, набирается оно вот на эту губку. Я наношу эти румяна и потом еще немножко растушевываю. Ну, конечно, можно как бы поярче их нанести, если несколько раз закрутить, набрать вот как бы на губку и нанести. Можно как бы так слегка нанести. А можно сразу набрать на кисть вот прямо отсюда и нанести. Мне эти румяна нравятся. Также я взяла румяна от Physician Formula. Здесь уже у нас румян побольше, 7,5 грамм. Вот такое название оттенка. Вы знаете, когда я в магазине из тестера как бы тестировала оттенки, мне этот оттенок показался немножко другим. Я его отчетливо видела. Как вы видите, здесь у нас зеркальце идет. Вот такой как спонжик. И сами румяна. Но при переносе на кожу я их практически не вижу. Вы знаете, я их, наверное, даже больше использую, когда, вот как говорят, макияж без макияжа или когда особо некогда вот заморачиваться с румянами, как-то вот быстро их нанесла, они особо незаметны. Но при этом как бы все равно, ну, как сказать, такую форму, что ли, лучше лицу придают. У них еще очень, на мой взгляд, приятный аромат. Такая, знаете, нежная, шелковистая, приятная текстура. Ну, вот я даже сейчас смотрю, вот, на палец. И, вы знаете, в магазине, ну, точно по-другому выглядел. Здесь, знаете, что-то между румяными, скульптором, что-то такое. И при этом вот на сводче я отчетливо вижу. В магазине как-то, может, там освещение другое. Смотрелся немножко оттенок по-другому и поярче. Ну, вот, как я уже сказала, у себя на лице практически не вижу. Ну, зато можно не бояться, что как-то с ними перестараешься. Быстренько так нанесли и пошли. И взяла еще одни румяные, уже от Makeup Revolution. Такое сердечко. Название. Здесь у нас 10 грамм. Вот, видно, я думаю, название. Но, вы знаете, я их использую больше как хайлайтер. Потому что вот так они вроде смотрятся такими нежно-персиковыми. И что-то и розовое есть. И даже вот здесь, мне кажется, виден оттеночек. Но, почему-то на моей коже, на моем лице, при переносе, они вот именно дают свечение. Но вот особо вот эту розовинку или такой, как персиковый оттенок, я на своей коже не вижу. То есть у меня больше это смотрится именно как хайлайтер. Поэтому, либо я их наношу как бы на подложку из других каких-то румян, чтобы как бы немножко свечения добавить. Либо именно как хайлайтер использую. Слегка вот так наношу. На такую набираю наверенную кисть и слегка как бы набираю и наношу. Ну и, конечно же, остается в моей косметичке кремовый хайлайтер от Essence из лимитированной серии. Он у меня будет в косметичке постоянно. Так как, во-первых, он мне нравится. Только вот видите, здесь вот стик барахлит. То не закручивается, то вываливается. Но, на самом деле, очень такой красивый, на мой взгляд, оттенок. Придает такое красивое подсвечивание кожи. Ну и плюс это кремовый продукт. Не хочется, чтобы он пролежал и испортился. Поэтому будет постоянно в моей косметичке, пока не закончится. И давайте я эти сводчи сотру. И посмотрим с вами дальше. Дальше мы с вами переходим к бровям. Здесь у меня ничего нового. Продолжаю использовать гель для бровей от Makeup Revolution в оттеночке Blonde. Довольно. Мне кажется, у меня сейчас даже с первого раза получается хорошо наносить этот гель, не заезжая за брови. Никак первое время у меня не очень получалось. Приходилось вот излишки как-то стирать немножко. Продолжаю также использовать карандаш для бровей от L'Oreal. У меня он в номере 301 Blonde. Карандаш мне понравился. Мне нравится, как этот оттеночек смотрится на моих бровях. Такой оттеночек. Ну, можно, конечно, поярче нанести. Мне кожу не царапает. Достаточно хорошо, на мой взгляд, переносится. И когда я использую карандаш, то фиксирую макияж бровей гелем для фиксации от Art Visage. Тоже я им довольна. Единственное, конечно, он очень неэстетично выглядит, потому что запачкается. Дальше быстренько покажу туши для ресниц. Здесь у меня тоже ничего нового. Тушь от Faberlic в оттеночке Haki, который мне Леночка подарила. В номере 5507. Черная тушь от Faberlic в номере 5341. Такие туши мне и Олечка Светочка подарила. И черная тушь от L'Oreal. Знаете, пока вот не в каком-то восторге от нее. Ну, то есть, да, она хорошо прокрашивает ресницы. Мне кажется, она, ну, такой придает более насыщенный черный цвет. У меня ничего не мажет. Кисточка мне удобна. Давайте покажу для тех, кто, может, еще не видел, какая здесь. Ну, вернее, не кисточка, а щеточка. Ну, вот, знаете, какого-то такого прям вау-эффекта, чтобы как-то мои ресницы, может, более густыми или более длинными выглядели. Ну, вот, чего-то такого, чтобы вот тушь эту выделяла как-то, я пока не заметила. Возможно, как-то она еще раскрасится. Ну, также не показываю, иногда, правда, не часто использую сыворотку от Evelyn. И также фиолетовую тушь от GOSH, которую я не приготовила. Я просто спешила. У меня младшая дочка приболела. В садик пока не ходит. С ней у меня не получилось снять видео. Сейчас старшая дочка пришла со школы. И пока она играет с ней, я вот хочу быстренько вам показать косметичку, потому что мне сейчас уже за сыном надо в школу бежать. Теперь давайте перейдем с вами к теням. База под тени у меня по-прежнему от Essence. Вы знаете, я ей довольна. Во-первых, мне удобно наносить эту базу вот таким аппликатором. Я наношу и потом вот пальчиком распределяю. Хорошо распределяется, хорошо на нее ложатся тени, держатся целый день. Я еще иногда использую вот кремовые эти пигменты из палетки Essence, которые я вам на той неделе показывала. Сейчас не приготовила. Но вы знаете, особо я ей за неделю буквально пару раз воспользовалась. Поэтому пока особо сказать нечего. Ну, она как бы тоже все время в моей косметичке. И вы знаете, тени в этот раз у меня, можно так сказать, неинтересны. Дело в том, что я на этой неделе очень постараюсь подвести итоги своего Project Pen, потому что, ну, во-первых, я до Нового года планировала свой Project Pen. Во-вторых, боюсь, что в конце недели у меня не будет возможности снять видео. Хотелось бы все-таки итоги в этом году подвести. И так как мне показалось, что в тенях у меня особо никаких таких вот, ну, которых мне хотелось бы, результатов нет, то на эту неделю в косметичку я решила все-таки взять именно тени из Project Pen, для того, чтобы, ну, вот хотя бы, знаете, последнюю неделю более активно ими попользоваться, не отвлекаясь на какие-то другие тени. Я ими, конечно же, вот все эти два месяца, на которые у меня был рассчитан Project Pen, пользовалась, но мне кажется, что не так хорошо, как я могла бы ими пользоваться. И давайте начнем с палеточки от Mace, извиняюсь за ее такой вид, за разбитую крышку. Я просто крышку не выкидываю, ну, чтобы как-то для тех, кто не видел эти тени, лучше представляли, как они выглядят и как они называются. Здесь у нас с другой стороны зеркало. У меня, как вы видите, осталось два оттеночка. Здесь вот по краям были тени, я их уже использовала. Тени такие меловые, при наборе и переносе они осыпаются. Повторно я бы не стала такую палетку приобретать. Ну, так как она у меня уже есть, я ее в свое время в Улыбке Радуги, наверное, около года назад приобретала, то я, конечно же, ее использую, тем более, что здесь не так много теней осталось. Здесь на самом деле рефильчики небольшие. Я не знаю, как они на камеру кажутся, но они небольшие. И, конечно же, когда я набираю эти тени на кисть, так как они достаточно пылят, то, конечно, к сожалению, какая-то часть теней, ну, скажем так, уходит в никуда. И я думаю, что если бы я больше использовала эти тени, как бы меньше бы отвлекалась на новинки, то я бы их, ну, использовала бы полностью. То есть это вот те тени, которые действительно реально доиспользовать. Дальше покажу однушку от Essence, которая у меня разбилась, но я ее, как смогла, спрессовала. Я ее переложила в коробочку. У меня здесь раньше от L'Etoile был набор для бровей. И здесь вот такой, как двухсторонний скотч. На него были, ну, как бы, рефила приклеенные от набора для бровей, который у меня закончился. И вот я решила, чтобы уже точно не уронить, прилепить сюда тестер Essence в номере 07. Вот такой оттеночек. Здесь 4 грамма, что достаточно немало. Оттеночек очень красивый. Ну, как я уже сказала, так как у меня было много новиночек, то, ну, мне кажется, что я теням не так много уделила все-таки времени, как могла бы уделить. Потому что оттенки действительно красивые. У меня к ним рука на самом деле тянется. Не то, чтобы я себя, прям, знаете, заставляла пользоваться. Вот такая красота. Конечно же, не показала, фиксировать базу по тени. По-прежнему буду тенями из однушки от Makeup Revolution. С таким названием. Вот столько у меня здесь осталось. Я, конечно, ну, решила, что даже если я ни одни тени не использую, ничего страшного, значит, скорее всего, некоторые, как я надеюсь, в январе уйдут. Ну, хочется все-таки уделить им побольше внимания. Дальше у нас идет однушка от Avon. Я так понимаю, такие были очень давно, поэтому название не показываю. На самом деле, красивый оттенок. Единственное, его надо наслаивать. Вот так ярко он на мои веки не передается. И при наборе и переносе он пылит. Такой оттеночек красивый. Я периодически люблю макияж. Вот именно с такими какими-то серыми, серо-голубыми оттеночками делать. Дальше у меня идет однушечка от Avon. Тоже не показываю название, потому что, насколько я знаю, таких уже давно нет. Тоже здесь красивые оттенки. Ну, вот я не прям часто такие оттенки в макияже использую. Поэтому вот как бы эти, наверное, тени. Поэтому у меня еще, ну, так, медленно расходуются. Ну, оттенки красивые. Макияж получается красивый. И тени, которым я уделяла больше внимания, потому что у меня к ним действительно часто тянется рука. Это тоже у нас однушечка от Avon. Здесь сломана крышечка, поэтому мне их бы хотелось бы доиспользовать. Но я понимаю, что в этом месяце я уже не доиспользую. Здесь вот такие красивые оттеночки. Я наслаиваю их. Не так они ярко передаются, как вы видите, вот на пальцах. И я думаю, что, возможно, ну, за январь мне удастся. Я как бы, ну, вот все тени не рассчитываю использовать. Я прекрасно вижу, что их там много. Понятно же дело, что я буду и на другие палетки свое внимание обращать. Но я, знаете, надеюсь, что хотя бы за январь вот эту однушечку смогу доиспользовать. Потому что на самом деле со сломанными крышечками, ну, очень неудобно хранить тени. И когда их еще вот так, ну, не так уж и много остается, конечно, хочется доиспользовать. И вот тени от Мейс, которые я вам показывала, тоже, конечно, хотелось бы мне доиспользовать. И уже, знаете, с этой сломанной крышечкой не возиться, каждый раз эти обломочки не показывать. Ну, и, конечно же, чтобы мне прям, знаете, совсем как-то грустно, скучно не было. Чтобы не загонять себя в какие-то такие рамки, что вот только тени из Project Pen. Беру еще кремовые тени от Essence. Очень они мне нравятся. В номере 02. То есть, знаете, с ними даже красивый макияж получается. Например, наносите базу под тени, фиксируете тенями саму базу. И потом на нее наносите вот эти кремовые тени. И просто можно еще как вот карандашиком или подводкой подвести, ну, линию на верхнем веке вдоль линии роста ресниц. Ну, или по ресничному краю, как правильно говорить. И, знаете, уже мне нравится. Можно еще, ну, или можно еще затемнить часть века. Тоже красиво получается. Ну, и, конечно же, в помощь я себе взяла, ну, она у меня как бы постоянно под рукой, но не всегда я ее показываю. Свою магнитную самонаборную палеточку. И, конечно же, я и к ней прибегаю. Вот такие здесь оттеночки. Вы уже не раз видели. Это у нас однушечка от Catrice. Я потом буду ее использовать, когда закончится однушка от Makeup Revolution. Здесь у нас румяна, тоже периодических использую. Здесь у нас бронзер и хайлайтер. Но, вы знаете, бронзер этот я использую как тени. Мне нравится, как смотрится на веках. Ну, и хайлайтер здесь такой деликатный. Давайте я вот здесь покажу. Деликатный. Можно под бровь наносить. Можно, конечно, и на скулы, но мне не очень нравится. Мне кажется, вот больше под бровь наносить подходит. Ну, и дальше идут еще один светленький оттеночек. Его тоже можно под бровь использовать. Этим оттеночком я складку века обычно прорабатываю. Ну, и еще оттеночки, которые тоже, с помощью которых можно разнообразить макияж. Когда здесь закончатся какие-либо вот из рефильчиков, я сюда, наверное, какие-нибудь однушки постараюсь аккуратно вынуть рефилы, переложить. Потому что заметила, что к однушкам у меня, ну, реже рука тянется. А вот магнитная палетка действительно то один, то другой, то третий оттеночек использую. Такие оттеночки. И тени на эту неделю, это все, какие я выбрала. Единственное, в пятницу у меня, у младшей дочки, будет в саду утренник. И если мы, я надеюсь, до этого момента доченька выздоровеет и пойдет на утренник, то, конечно, на утренник я, возможно, сделаю макияж, ну, с помощью каких-либо других теней, не из косметички. И давайте перейдем к помадам уже. Здесь я взяла всего побольше, чтобы не так грустно было, как с тенями. Во-первых, взяла помаду в карандаше от Essence. Давайте покажу оттеночек. В номере 03 освещение, к сожалению, подводит, но с утра я пару раз пыталась снять видео, но, к сожалению, младшенькая была не в настроении, и видео снять не получилось. Вот такой красивый оттеночек, нежно так, прям легко наносится на губы. Приятный аромат. Так, давайте я вот сюда, наверное, поставлю. Дальше взяла помаду от Estrada. Это вторая помада в номере 110. Предыдущей косметички я в другом номере брала помаду. Очень красивый оттенок. Вот для меня такой оттенок, ну, как мне кажется, подходит под любой макияж. Ну, или серии, когда, не знаю, чем накрасить, беру его. Дальше, конечно же, в косметичке помада от Essence, которая служит мне подложкой под какие-либо блески. Она в номере 01. У нее хорошая текстура, приятный аромат. Ну, вот так как я уже не раз говорила, что она мне выбеливает губы, то я ее могу использовать именно только как подложку под какие-либо блески или помады. Давно она у меня в использовании. Ну, вы знаете, мне кажется, у нее достаточно плотная текстура. Она, ну, прям, очень медленно расходуется. Вот если бы я пользовалась какой-либо помадой с такой более тающей текстурой, у меня бы уже, вот сколько я ее использую, думаю, помада давно бы уже закончилась. Ну, это я действительно долго пользуюсь. Также выбрала помаду от Stellar в номере 10, брусничный морс. На мой взгляд, очень красивая помада. Единственное, вот у нее как раз-таки тающая текстура. Она достаточно быстро расходуется. И у нее такой мелкий, еле заметный шиммер. И когда вы помаду стираете, то вот такие совсем меленькие блесточки могут быть где-нибудь еще на лице у вас. Также взяла помаду от Maybelline в номере 950. Это у нас матовая помада в таком названии. Я уже не раз говорила, что стараюсь подбирать на неделю помады и блески в разных оттенках. Никогда не знаешь, какой именно оттенок захочется видеть на своих губах. Уже также тоже неоднократно говорила, что за день успеваю зачастую выгулять несколько помад и блесков разных оттенков. Поэтому беру побольше срез для губ. Дальше идет помада от Divas в номере 14. Вот это, я не знаю, 4326 тоже какой-то номер. Это у нас серия вельвет. Дальше не буду читать, коверкать. Вот такой здесь красивый, на мой взгляд, интересный оттеночек. Для меня не прям на каждый день оттенок. Но на губах смотрится, на мой взгляд, красиво очень. Ну и по качеству мне помада нравится. Ну, я уже не раз говорила, что под все помады сначала я наношу какой-либо бальзам. Поэтому, наверное, в основном помада хорошо лежит. Помада от Essence в номере 04. Решила из этой серии, вот у меня несколько помад. Решила, что как-то я про них несправедливо забыла. Решила их добавлять чуть ли не в каждую косметичку, потому что действительно хорошая текстура, приятный аромат. Не капризный, на мой взгляд, абсолютно. И как-то, знаете, я их отложила и забыла про них. Очень легко, мягко вот так наносятся. Мне они кажутся беспроблемными. Конечно, ну, они нестойкие. Ну, знаете, взять быстренько подправить макияж, это для меня, например, не представляет сложности. Также я выбрала, так, все время забываю, лаковый блеск. Все время думаю, помада жидкая или блеск. Лаковый блеск от Estrada. Мне Олечка дарила. Мне нравится этот оттенок. Здесь приятный аромат. Объем, как вы видите, не очень большой. Меньше 3 мл. И это у нас лаковый блеск Michelle. Такой здесь, на мой взгляд, удобный аппликатор. Посмотрите, какой нежный, красивый оттенок. Ну, наношу я его на подложку. Как раз помада от Essence. Тоже на моих губах этот блеск долго не держится. Ну, знаете, для меня обновить. Я туда-сюда, скажем так, бегаю. То есть я как-то, ну, редко, когда я вот надолго ухожу. И мне надо, чтобы вот прям помада очень как-то долго держалась. Знаете, как бывает утром. Нанесешь помаду, дойдешь в младшую, в сад, например, отведешь. Вернешься, не знаю, попьешь кофе или какие-то дела поделаешь. Куда-то опять выходишь, заново помаду наносишь. Там блеск или что-то, даже в другом оттенке. Опять дошел до магазина куда-то или на почту по делам. Вернулся, опять какие-то дела поделал или перекусил. Опять куда-то надо, нанес помаду. Ну, то есть нет такого. Не так часто я там на полдня, на целый день уезжаю. То всегда, я считаю, есть возможность, ну, как бы обновить помаду. У меня в сумочках несколько помад всегда с собой. Также продолжаю использовать помаду от Max Factor. К сожалению, номер, по-моему, 35, но не подскажу, не сохранился. Очень красивая помада. Очень я ей довольна. Такой оттеночек. Не так много ее осталось. И, знаете, не очень уже удобно наносить. Вот об эту, ну, мешает вот этот край. Я думаю, что даже скоро, возможно, с помощью кисточки придется ее наносить. И последнее, что я вам покажу, это тоже моя новинка. Помада от L'Oreal. Так, она у нас идет... Я очень надеюсь, что вы увидите название, где серия вот такая. Красиво выглядит. Я уже показывала, получила ее в подарок по акции за покупку на определенную сумму товаров от L'Oreal в подружке. Давайте вот так покажу. Это у нас увлажняющая помада. Я вам пытаюсь как-то вот отсвечивать все. Хочется и оттеночек показать. Ну, вы знаете, я, если что, если кого-то прям интересует, могу в комментарии написать. Я, к сожалению, не успеваю вовремя отвечать на комментарии. Я все комментарии читаю. Ну, вот, ответить не всегда есть возможность. Сразу я имею в виду ответить. Ну, я все читаю. Всем вам очень благодарна за то, что вы пишете, оставляете комментарии. Вот такие помады. Решила, что, ну, раз так с тенями как-то грустно, то надо как-то побольше для настроения помад взять. Помады я люблю. И поэтому для меня, ну, как бы, не считаю, что прям их много. И такая у меня была косметичка. Давайте я вот так немножко покажу. Я надеюсь, что следующая косметичка на, как бы, праздничную неделю будет у меня более интересной, более веселой. И это все, что я вам хотела показать. Всем огромнейшее спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии. И до новых встреч, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok